Друзья, всем привет! Мы сейчас едем на автобусе в самый центр Ниццы, на гору, чтобы показать вам монастырь семье, чтобы показать вам музей Матисса и посмотрим место, где раньше проходили гладиаторские бои. Это самое в сердце Ниццы. Дело в том, что раньше люди селились на возвышенностях, потому что на море они могли напасть. Возле моря люди никогда не селились, потому что боялись пиратов, кораблей, набегов. Поэтому мы сейчас поднимаемся очень высоко, на несколько сот метров над уровнем моря, и мы будем показывать вам интереснейшую экскурсию. Поэтому приготовьтесь, мы почти что подъезжаем, и вас ждет незабываемое прекращение. Значит, поехали! Ну, в общем, городской квартал семье – это главная достопримечательность города Ниццы. Вот именно здесь расположены руины древнеримского поселения Цеменелум, античного предшественника современной Ниццы. Раскопки на римском холме ведутся вот уже в 50 лет. И за это время на поверхности земли появились очертания великолепных общественных бань, терм, амфитеатра, который я вам сейчас показываю, и жилых кварталах. Вот в этом амфитеатре, который вы сейчас можете видеть, раньше сражались гладиаторы. Вот так вот ходили с гордым лицом, на них смотрели люди сверху, и если нужно было, они даже могли убить за то, чтобы получить свободу. Ну, это такой древнеримский обычай. Значит, в термах отлично сохранилась планировка. Холодный зал для встреч и бесед, теплый зал, собственно, для гигиенических процедур, и горячий зал парилка. А вот сам амфитеатр был возведен в первом веке и использовался для зрелищных, как я сказал, представлений. Его окружает романтичная Оливковая роща. По сей день здесь проводятся различные праздники и фестивали. Многочисленные артефакты, найденные на раскопках, выставлены в археологическом музее. И вот я вам только что показал, на заднем плане вот этого амфитеатра есть, вот она сзади, достопримечательность, которая относится к XIX веку. Это отель Регина Палас. Он построен специально для визитов английской королевы Виктории. Сегодня, к сожалению, он закрыт для посещений, но полюбоваться на великолепное здание можно, вот находясь в этом, на смотровой площадке, можно сказать, вот этого амфитеатра. Вокруг амфитеатра растут оливковые деревья. Первый раз в жизни я увидел столько, много. Ну, конечно, очень интересное место. И чувствуется прям эпоха вот этого старинного времени, эпоха старины, древности. И до сих пор непонятно, как, каким образом люди могли вот так вот все это аккуратно ложить. Представляете, какой раствор, который на веках, на годы сохранился здесь и до сих пор держится. Да, очень, конечно, поражает вот эта вот монументальность, вот эта мощность, да. И, как мне сказал местный житель, это раньше был практически самый центр Ниццы. Сейчас это предместье города, потому что сейчас город перешел больше в центр, на площади Матисса, который я показывал вам в предыдущих видео. А это мы как раз наблюдаем в своем музее Матисса. Сейчас из-за того, что праздники 14 июля, день взятия Бастилии, поэтому музей был закрыт. А вот это вот местные пенсионеры играют в питанг, национальную французскую игру, или еще некоторые называют это бочей. То есть смысл такой, что нужно бросить маленький шарик, определенную точку, встать на место, в кружочек, за которое нельзя выходить, и бросать железные камушки. Значит, задача такая, подбросить свой железный вот этот шарик, как можно ближе к маленькому шарицу, который бросается издалека. И вот такие вот поджары и пенсионеры во Франции, которые проводят свое время. А в России у нас традиция была играть в шахматы, как вы помните, раньше мужчины любили собираться на площадях тоже и играть в шахматы. В общем, вся вот эта вот местность семье, она, можно сказать, расположена вот в таком оливковом саду. И сейчас я вам хочу показать маленькое игровое место, которое тоже очень древнее, практически ему уже больше семи десятилетий. Вот зашли в парк аттракционов, который был построен в 60-е годы. Все сделано в старинном стиле, до сих пор сохранилась эта энергетика. И смотрите, чтобы привести аттракцион в движение, родители должны крутить педали. Ну и, соответственно, развитие идет не только родителям, но и детям. Все выполнено практически из дерева. То есть вот эта вот поговорка, что раньше у детей были деревянные игрушки, прибитые к полу, а они как раз-таки показывают нам, как было раньше. Вот гусаки всякие, карусельки. Машинка, давайте. Смотрите, мама крутит руль, и ребенок катается. Очень интересно, конечно. Друзья, напишите в комментариях, хотели бы, чтобы и ваш ребенок вот так вот развивался именно на таких благостных и хороших аттракционах. Это какой-то вертолет для деток, который тоже приводится в движение. Карусель. Ну, батута тоже современный аттракцион. Самолет, вот сейчас тоже мы катали ребенка. паровозик. Вот тоже приводится в движение руками. Качельки, карусельки. Машинка на пружинах пожарная. И вы представляете, этим аттракционом уже больше семидесяти лет. Так, а здесь у нас что в этом вагончике? А в вагончик не заходили? Нет, еще не. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь. В этом вагончике написано какое-то ателье. А, ну здесь, видимо, просто когда детки приезжают, то они занимаются... А вот смотрите, кривое зеркало. Ой, смотрите, какой папа худой. Ла-ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Ла-ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... А Эвелия толстая? Ой, какая ты толстая, Эвелия. Смотри. Нет, так не видно ничего. Ну ничего страшного. Опа, потолстел, похудел, потолстел, похудел. И вот все это в таком парке находится. Кругомоливочные деревья. Сделаем мы там. И все. Ну, в общем, для детей, конечно, все шикарное место. Кстати, вход в этот парк стоит 6 евро. Но из-за того, что пошел дождик, сейчас вы дальше увидите, сейчас он уже капает, его просто на камеру не видно. Из-за того, что пошел дождик, нам даже не стали с нас требовать деньги. Мы хотели заплатить, но ребята такие учтивые были, ничего не нужно, очень плохая погода. И вот сейчас, друзья, мы с вами поднимаемся по ступенечкам к монастырю семье, который был основан в 9 веке монахами аббатства Сен-Пон. На его территории расположена церковь Ноттердам Успения Пресвятой Богородицы Смолельни, построенная в 15 веке. Монашеские хозяйственные жилые помещения, а также музей, посвященный истории ордена Ницца, который начинается с 13 века. Монастырский комплекс классифицирован как исторический памятник 4 июня 93 года. В общем, сейчас мы и зайдем в... Жалко, конечно, нашу экскурсионную программу «Прерывая дождик». Как раз, я думаю, стены монастыря нам сейчас помогут от него укрыться, потому что мы сейчас бежим под ливнем и, возможно, нас даже местные аббаты приютят в себя. Когда мы только подошли к этому монастырю, к главному уходу, он был закрыт. И мы очень сильно расстроились, поэтому мы решили посмотреть, какие фрески изображены на стенах. Если что, кто-то в курсе, пожалуйста, напишите, чьи это, так сказать, произведения искусства, кто наносил эти фрески в свое время. Но, представляете, какая это древность, сколько людей побывало здесь за всю историю и сколько людей любовалось вот этим вот зрелищем, которым вы можете сейчас тоже любоваться. И, в общем, мы увидели, что открыт вход справа, то есть от главного, да, от главного храма. И здесь была некая экспозиция. Сейчас вы будете смотреть экспозицию, а я вам буду параллельно рассказывать, что вообще в этом монастыре происходит. В общем, в этой великолепной обстановке регулярно проводятся концерты классической музыки. помещение используют летом хорошую погоду для проведения воскресных мест. Вокруг монастыря разбит замечательный сад, который мы с вами сейчас позже посетим, когда дождик закончится. Но, на самом деле, потом не закончится. Вот, и этот сад мы с вами посмотрим, где есть оливы, гранаты, цитрусовые деревья, а также прекрасные розари. Многие посетители даже говорят, что этот сад впечатляет больше, чем само здание монастыря. Но, честно сказать, меня вот именно архитектура, старина и вот это вот, ну, представляете, мощь, да, вот здесь чувствуется именно такая вот мощь той эпохи. Вот она меня больше поражает всегда, чем современные сады, деревья и даже красивые розы. Вот тут, видите, такое открытое пространство, открытая беседочка и здесь дальше вот разные экспозиции. Значит, здесь также есть невысокие заборы, старинные калитки, декоративный фонтан. Это все мы увидим в самом парке, саду и также посмотрим на вице смотровой площадки. А раньше вообще этот сад являлся бывшим огородом францисканских монахов. Значит, в январе 2013 года региональное управление Ниццы отреставрировано, отреставрировало крышу этого монастырского комплекса и его фасадов. И в 2014 году это было закончено. Значит, церковь успения Пресвы Богородицы была торжественно освящена епископом Ниццы в 1667 году. Интерьер базилики состоит из трех метод. Последний из них был построен в 17 веке, а его 8 колонн датируется аж в 14 веке. Внутри установлен большой позолоченный резной деревянный алтарь и внешние портики. Это мы сейчас с вами все посмотрим и все с вами изучим. А сейчас пока наблюдаем за миниатюрами. Здесь показано все. И святые, и итальянские, и французские, папы, и известные личности. и как бы то, чем должен заниматься человек, то, что нужно человеку. Это прежде всего работа, это любовь, которая заложена у каждого у нас в сердце. Сейчас тоже будет подобного рода экспозиция. Люди, покровители, люди, которые ничего не боятся. Человеку, у которого должно быть большое, доброе, открытое сердце, вот именно так нужно жить, чтобы наш бог нас еще больше любил. То есть вот это все, что здесь показано, это все, к чему должен человек стремиться в этой жизни. Посмотрите, вот здесь я снял такой интересный крест с воздетыми руками к небу. В общем, конечно, попытался я еще попроникать в разные двери, но все, все, все было закрыто. Так, что я еще хотел сказать? Я вам сейчас хотел показать, что в церкви есть несколько картин. Значит, это очень известный ренессанский художник эпохи возрождения Людовик Бреа. и здесь выставлены его картине снятие с креста, распятие, пьета и другие. При выходе из церкви на память можно взять открытку, оставив по желанию небольшое пожертвование. Ну вот, друзья, походили мы по монастырю. К сожалению, все двери, как вы видели, были закрыты. и сейчас в принципе можно было бы еще пройти в парк, который я вам сейчас покажу быстренько. из-за дождя конечно, ребенок, собачка уже устали все. Так что сейчас быстренько пробежимся с вами по нему и на этом будем уже заканчивать. Ну, в общем, под дождем конечно было не такое уже впечатление. Да, даже вы, наверное, можете заметить, что заметить, что парк в такую погоду он не кажется таким каким-то солнечным, пышным, красивым, но посмотрите какое обилие все-таки различных деревьев, роз, какая красота, да, вот даже в принципе дождь не мешает. Но раньше здесь был огород, в котором местные монахи выращивали еду для себя, для скота, здесь были также виноградники, вот, но больше всего конечно... Сейчас хочу дойти до конца парка, посмотреть, может быть, там будет очень красивый вид с горы, красивый вид на город. Постараюсь вам его тоже заснять. Дело в том, что приехали мы сюда на автобусе, сейчас я постараюсь еще обратную дорогу поснимать, потому что было очень красиво, но к сожалению сейчас по такой погоде может быть не все будет видно, но надеюсь, что самые интересные места мы с вами успеем заснять. Самое обидное, конечно, когда мы поднимались на гору, на вот эту сент поднимались на автобусе, вот такие виды были постоянно, и была хорошая солнечная погода, но я подумал, что ладно, сейчас снимать не буду, нужно было заниматься ребенком, и всегда не будешь снимать, решил оставить это напоследок, а вот сейчас, когда мы поедем обратно, к сожалению, такие уже виды я снять не смогу, но вот этот парк конечно выглядит шикарно, напишите друзья в комментариях как вам такое место, здесь конечно просто приходишь и душа радуется, а взгляд как говорится вообще я читал, что в Ницце в Каннахмонако но вот в этом регионе в году около 300 солнечных дней, которые обычно приходится на лето, на осень, на весну и всего 60 дождливых дней, которые приходится на зиму ну вот сегодня видите нам природа подарила такое прекрасное освежение я рад что выпал небольшой дождик как-то приятно природа природе хорошо я чувствую как все начинает дышать так что приятная атмосфера сейчас ну в общем пока я гулял по храмовому комплексу по саду открыли все-таки для вечерней мессы главный вход в храм и конечно когда я зашел я просто обомлел сейчас я вам расскажу немного про внутреннее убранство этого храма но внутри конечно это такое впечатление что просто диву даешься в общем внутри этого храма установлен большой позолоченный резной деревянный алтарь и внешние портики главный алтарь храма выполнен в барочном стиле церковь была соединена с резницей в которую нельзя входить туристам стены и свод ее украшены богатейшим рисунком в стиле ренессанс слева от церкви возвышаются три часовни и вот один из главных символов монастыря это колонна из белого мрамора датированная аж 1477 годом которая посвящена святому франциску на вершине колонны расположен трелистный крест где изображено распятие а также серафим явившийся на горе верно святому серафим осисками часовня посвященная святому имени иисуса расширяет резницу значит в 1841 году граф Каиз Деперлас спроектировал новый фасад церкви в неоготическом стиле украшенный эмблемами францисканского ордена значит на территории монастырского комплекса также расположено кладбище где похоронен художники Анри Матис и Рауль Дюфинь а также Роджер Мартин Дюгар лауреат Нобелевской премии по литературе 1937 37 года друзья вот такая красота Ну что Эвелия понравилась тебе сегодняшняя прогулка ты сегодня и на батутах покаталась и бои гладиаторов поиграла практически да и попала в старинный монастырь как тебе монастыре понравилось скажи если бы не дождик было бы очень и очень хорошо в принципе дождик нам никак не помешал сейчас берем автобус и едем домой домой ну вот так вот происходит наша поездка в сторону дома дождик не дает хорошо поснимать но ничего страшного мы уже сняли так после прогулки зашли по французскую булочную и я конечно обалдел от того что здесь до сих пор люди курят в помещениях смотрите сидит женщина курит сигарету и вот мы сейчас сидим на втором этаже очень сильно конечно запах идет хорошо что на втором этаже немного людей но я конечно обалдел от того что здесь до сих пор можно в помещениях курить и это не наказывается законом 10 евро подожди не наказал конец дождь